Здарова всем, с вами Натумпутат, или просто Напу. В этом видео я расскажу вам про самое лучшее оружие, по моему мнению, в нашей любимой игре Apex Legends. Сначала вкратце, пробежимся по классам оружия. Первый, а также основной и универсальный, по моему мнению, это штурмовые винтовки. Они наносят стабильные уроны как на средних, так и на ближних дистанциях. Но их слабое место это перестрелки на дистанции больше 300 метров. Далее идут пистолеты-пулеметы. Они идеальны на ближних дистанциях, так как имеют скорострельность, быструю перезарядку на дистанции больше 200 метров крайне неэффективны. Ручные пулеметы это короли затяжных перестрелок, так как при хорошем навыке стрельбы на короткой дистанции с одной очереди можно лишить жизни целый отряд. Но как и штурмовые винтовки на дистанции более 300 метров крайне неуправляемые, и эффективность падает в разы. Следующие идут снайперские винтовки. По нанесению разового урона и дальности стрельбы у них нету равных. При хорошей позиции можно уничтожить всех и сразу, но если ты умеешь комбинировать прицеливание и резкий выстрел, то вблизи становятся сильные угрозы. Дробовики. Это разовый урон на дистанции до 50 метров. Как и пулемет, ситуация один против отряда может оказать вам огромную помощь. В ближнем бою стоят на одной строчке с пистолетами-пулеметами. И наконец последний – пистолеты. Это очень уникальное оружие, так как каждый пистолет имеет свои 5 минут на обсуждение своих плюсов и минусов. Но вкратце очень универсально, так как имеют весь диапазон дистанции разовых уронов и скорострельности. Теперь вы представляете, какие есть виды оружия. Очень важное отступление. Каждое оружие достойно своего топа. Они все уникальны и достойны быть на первом месте. Но так как это видео мне очень интересно, то я размещу их на 10 строчек. Можно начинать. Десятое место. Крабер. Самая лучшая снайперка. Но найти ее в каждом бою у вас не получится. Уникальна своим уроном. Только вдумайтесь. 435 урона в голову с одного выстрела и 145 в тело. А при попадании в ногу наносит 116 урона. Тем самым будто болеет команде четвертого игрока. Но и у этого зверя есть слабые места. Главный из них – это долгая перезарядка между выстрелами. При одной ошибке в ближнем бою – это ваша смерть. Девятое место. Самое скорострельное оружие с легкими патронами – R99. Этот комар готов к усадь быстро и долго. Невероятная скорострельность, перезарядка и минимальная отдача дают возможность долго и уверенно вести огонь по отряду противников. Минус ее один. Без модификации, а точнее без магазина, урона она нанесет немного. Восьмое место. Самый универсальный и сложный в освоении пистолет. Ведомый. Он как молот Тора Мьолер. Не каждый может его поднять. Но тот, кто это смог, становится действительно богом. Его почти каждый патч или апают, или нерфят. Не понимая, как сбалансировать. Так как найдя модуль Череполом, ваша ведомость с одной пуль в голову начинает срубать по сто одной жизни. Седьмое место. А лично для меня это топ-1. Но тут только седьмое место. Встречайте. Штурмовая винтовка R301. В ранних сезонах ее любил каждый, кто с ней сталкивался. Но после нерфов в отдаче, многие от нее отказались. Пользу пушек постабильнее. Очень похоже на М16. Средний урон, большой магазин и неплохая скорострельность. Может раздавать в начале даже без модулей. Это точно ваш бро. Шестое место. Очень простая и дружелюбная снайперка. Или просто тройной эффект. Когда-то, для того, чтобы она была играбельна, приходилось искать модуль. Но теперь, как говорится, все включено. Бери и убивай. Дистанция абсолютно не важна. Не нашел прицел, не проблема. Ближняя и средняя дистанция будет тебя бояться. А если у тебя завалялся Х6, то не выпускай момент. И ты будешь в топе. Пятое место. Хемлок. Его главный минус является также его основным преимуществом. На средней дистанции очередь из трех выстрелов заставит недоумевать ваших врагов. Но в ближний бой лучше не брать. Этого бро. Так как скорострельности явно не хватает. И все будут вас наказывать как щенка. Четвертое место. Единственный в своем роде дробовик, который был понерфлен до обычного оружия. И теперь доступен всем и всегда. Мастиф. Гроза и молния. Ближнего боя. В два полных попадания. Куда угодно превращает вашего врага в ящик. Из минусов. Маленький магазин. Всего шесть выстрелов. И долгая перезарядка. Но как бурст урона просто идеален. Третье место. Штурмовая винтовка, которая делает свою работу стабильно и размеренно. Флетлайн. Большой разовый урон в своем классе. Средняя точность. Отличный запас наряда в магазине. И возможность вести активную перестрелку как на короткой, так и на дальней дистанции. Все это делает ее универсальной убийцей. Второе место. Имеет схожую редкость как и крабер. Это ящейка. До занесения в список красного дропа была во главе пистолетов-пулеметов. А в полном обвесе. Ее скорострельность, запас магазина и легкость в стрельбе дают тебе возможность стать повелителем ближнего боя. Каскад вылетающих патронов решитит врагов насквозь, вводя тебя из битвы единогласным победителем. В данном патче из минусов только кривые руки использующего. Первое место. Вольт. Это тот, кто принимает тебя таким, какой ты есть. И дает возможность закидывать врагам за обе щеки. Магазин за магазином. Сумасшедшая скорострельность, точность, которая сравнится только с ищейкой. И даже лучше, находишь улучшенный магазин и ищешь свой вкусный корм в виде недожаренных врагов. Из минусов, маленький запас снарядов, но и без этого он имба. Если ваше любимое оружие не попало в топ, пиши в комментарии. Если попало, ставь лайк. И главное, жми на подписаться. Так как дальше, только интересно. И не забываем про самые драйвовые стримы на твиче, ссылка в описании. Если хочешь заранее узнавать про видосы и анноцистримов, подписывайся к телеграм и дискорд каналам. Все ссылки в описании. Спасибо за просмотр. Всем будь здоров.